Рубрика «Разбираем всю мою косметику по категориям» и сегодня у нас на очереди категория помады, матовые жидкие помады для губ. Также еще будет видео пару тинтов, я решила тоже их сюда добавить. В следующем видео мы разберем уже блески и бальзамы. Кремовые помады и карандаши для губ мы уже разобрали. Кто не видел, обязательно посмотрите. Начинаем с тех серий помад, на которые были сводчи, которых побольше. У меня матовых помад меньше, чем кремовых. Я их люблю чуточку меньше, потому что они мне сушат губы. В общем, давайте разбираться по порядку. Но прежде не забудь подписаться, чтобы не пропустить новые полезные обзоры. Первый беру серию помад от Estrada. У меня 7 оттеночков. Не помню, сколько точно было, но это хорошие невесомые помады. Приятно вуально ложаться на губы, не подчеркивает текстуру, особо не сушит, хотя практически все матовые помады так или иначе подсушивают губы. Которые более стойкие, они будут подсушивать вам больше. В общем, тут классные оттеночки. Правда, были в этой серии такие металлические оттеночки, их у меня не осталось. С финишем металлик. Те оттенки, например, можно было бы наносить на веки в качестве подложки под тени. Одна из самых больших серий, которая у меня осталась, это серия помад Luxe Visage. Пинап жидких матовых. Это была достаточно прикольная серия с интересными оттенками. Были и мудовые, были и яркие. Причем, насколько я помню, мне не понравилось из этой серии буквально оттеночка 3, а всего там около 20, может быть, оттенков, может быть, даже больше. Красивые коммерческие носибельные оттенки, шикарные красные, бордовые. Люблю их, и я себе оставила достаточно много оттенков. Это также отличная серия для визажистов, для того, чтобы найти классные коммерческие оттенки для клиентов. Клиентов, стойки, не ощущаются дискомфортно, не подчеркивают текстуру, так же, как эстрады, но, может быть, чуть плотнее ложатся. Ну, я думаю, что многие о них знают, об этих помадках от Luxe Visage. Также вторая по величине серия помад, которая у меня осталась, точнее, обзор был разделен на две части. Первый раз я записывала обзоры на эти помады от Reluie на 10-18 оттенки еще в ТикТоке. Второй раз я уже записывала на новенькие оттенки уже ВКонтакте. Тоже замечательные помадки, максимально невесомые, ложатся очень красиво, естественно, натурально. Есть нюдовая серия, а есть более яркая серия, но я не пробовала ярких оттенков. Надеюсь, что в будущем у меня получится попробовать. Но не все оттенки прям сильно интересные, были такие, которые похожи друг на друга. Дальше помадки от Intuins Beauty. Была роскошнейшая, интереснейшая серия. Вся такая из прохладных оттенков, лилово-розовых. Не так давно это было, кстати. Там по-настоящему шикарнейшие, необычные оттенки. Есть прям очень необычные. И они все-таки насыщенные и очень красивые упаковки у этих помад. В общем, отличная серия, очень приятные помады. Я надеюсь, что те, кто любит такую цветовую гамму, подобрали что-нибудь по тем сводчам, которые мы записывали на эти помады. Если вы что-то подбирали для себя по обзорам на матовые помады, то обязательно пишите. Помады от Evelyn. У Evelyn есть помады, которые им продаются в наборах с карандашом. А это Matte Magic. Те помады, которые продаются по отдельности. Тоже интересная серия. Много таких розоватеньких оттенков. Но есть и очень красивые, тепленькие. Кстати, давно я не пользовалась. Вообще, я реально редко пользуюсь матовыми помадами. Поэтому они у меня, эти матовые помады, стоят себе. Я их коллекционирую из-за обзоров. Матовые помады просто доставляют мне чуть больше дискомфорта. Но есть прям очень красивые. Есть прям максимально невесомые. Такие люблю. Помады Bourjois. Ну, это роскошные помадки в таких красивеньких упаковках. Но не все оттенки из той серии мне подошли. Не помню, сколько там было. Может, 9-10 оттенков. И у меня осталось 5 оттенков. Самых таких коммерческих. Очень красивый. Красный. Они муссовые. Они немножко другие по текстуре. Тоже очень стойкие. Очень красиво ложатся. Тоже не ощущаются. Тоже не сушат губы. И если бы я пользовалась часто матовыми помадами, я бы, наверное, пользовалась именно ими. Помады от Vivienne Sabo матовые. Очень красивые помадки. Был обзор тоже в ТикТоке. Тоже очень красивый. Но там вот серия тоже такая лилово-розовая. Очень мало или вообще нет, по-моему, бежево-коричневых оттенков. Есть пару таких красно-бордовых. Остальные вот именно с розово-лиловым подтоном. Красивые. Но мне в таких сериях не хватает немножечко разнообразия в цветовой гамме, чтобы каждая девочка могла найти свой оттенок в этой серии. Производитель, когда делает в своей серии помад только одну цветовую гамму, вот как, например, в этой серии или как в серии с Influence Beauty помадами, он просто отрезает определенный пласт потребителей, которые такие помады не носят. Если бы были более разнообразные цветовые гаммы в таких сериях помад, то, я думаю, они бы были, может быть, более популярны. Хотя Vivienne Sabo помадки, они достаточно популярны были в какой-то момент. Дальше помады от Eleanor Russia. Очень красивые, но не бюджетные. Не самые, по крайней мере, бюджетные. Но действительно красивые, действительно приятные, хорошенькие там оттенки. И нудовые, и тепленькие, и прохладные, и ловенькие, и какие-то поярче. Вот тут такая достаточно разнообразная цветовая гамма в этой серии. И очень приятные такие матовые маленькие упаковки, которые очень приятно класть с собой в сумочку. И на губах они смотрятся и ощущаются просто роскошно. Я в эти помады влюбилась еще, по-моему, до блога. Кремовая помада у них мне не очень нравится, а вот матовые, они прям достойны внимания 100%. Дальше помады от Artvisage. Наверное, к этому времени уже выйдет обзор на эти помады. Симпатичные, но мне меньшее количество помад из этой серии понравилось. Всего там оттенков 13, а помад мне понравилось всего 5. Ну, потому что некоторые оттенки прямо на мой вкус неносибельные, и просто мне не нравятся. Но кому-то 100% подойдет. Это, конечно же, просто вкусовщина. Помады от Physicians Formula. Тоже недавно мы их обсуждали. У меня два оттеночка. Классные муссовые помады, стойкие, приятные и симпатичные. Давно, кстати, ими пользовалась. У меня был еще ярко-красный оттенок, но я его выкинула, потому что вышел срок годности. Давно про них знаю. Помады Beauty Bomb тоже был на эту серию обзора. Там всего 8 оттенков. Мне понравилось всего 3 оттенка. Это те, что более-менее носибельные. Потому что там такие прям необычные. Там есть около черный, фиолетовый, слишком бледный. И вот 3 оттенка вполне себе симпатичные, которые у меня остались. Помадки от бренда ProVoc. Купила по рекомендации. Дорого стоят они относительно того, что у меня есть. И они абсолютно некомфортные. Они неприятные. Они очень сушат губы. Они ощущаются. Если наносить их прям очень тонко кистью, может быть, и да. Я изначально их покупала для работы с клиентами. По рекомендации визажисты. Мне вообще не понравились. Помады матовые от бренда DIVAGE. Причем я почему-то не могу найти в такой же упаковке помады. Может быть, они изменили упаковку. Помада симпатичная. Хотела собрать на спотче, но я пока не разобралась в этой истории. Если перевыпуск, то тогда нужно покупать. Помада от INGLAD. Дорогая и отвратительнейшая. Просто мне вообще не нравится. Не знаю, почему я ее у себя держу. Во-первых, мне оттенок не нравится. Во-вторых, опять же, по ощущению мне не нравится. Еще и плейшивит по формуле тоже не очень удачная. Купила тоже ее по рекомендации, по-моему. И так я ей и не пользовалась. Помада от Maybelline Super Stay. Еще одна помада, которую я не могу терпеть. Несмотря на ее популярность. Несмотря на то, что она реально очень стойкая. Но она ужасно дискомфортная. Она очень сильно сушит губы. Она очень сильно ощущается. Я специально ее нанесла тонким слоем после первого обзора. И приходилось мне целый день. Во-первых, я ее еле смыла. И мне было очень неприятно. Во-вторых, губы просто были в отвратительном состоянии. Она их все высушила. Они были просто как корки все. Некрасиво смотрятся в конце дня. Меня просили собрать сводчи на эти помады. Но я вряд ли буду это делать. Помада от Wet n Wild симпатичная. Тоже хотела собрать оттенки на сводчи. Но пока что-то по наличию я там не поняла. По-моему, не все оттенки были в наличии. На тот момент, когда я планировала их протестировать. Но я не знаю, как бы будет ли вам интересно, если я на эти помады сделаю сводчи. Не самые популярные помады. Мне кажется, Wet n Wild не прям что-то самый популярный бренд. Но там есть прям достойные какие-то средства. Это факт. Помада матовая, но с глянцевым топом. Это помада от бренда Shoe. Очень стойкая, очень красивая, очень сочная. Не совсем мой оттенок здесь у меня. Но реально классная штука. Я первый раз, наверное, пробовала такого формата помаду. Реально интересно. Интересно, что блеск может отпечатываться, а сам оттенок остается на ваших губах еще долго и долго. И давайте дальше перейдем к тинтам. У меня их всего 4 штучки. Сначала вот этот вот Relu'i тинт. Я редко пользуюсь тинтами для губ, честно. Ну, просто потому, что для меня это чуть более запарный формат, чем просто накрасить губы там карандашом помадой. Ну, и вот этот тинт Relu'i может западать в трещинки, в какие-то морщинки. А у меня текстурные губы, к сожалению. Поэтому я не так часто ими пользуюсь. Но есть тинты, которые мне прям нравятся. И это тинты для губ от Chupa Chups. Я их очень люблю. Они прям не суперстойкие, мне кажется. Ну, не буду там с вами держаться 24 на 7. Нужно периодически обновлять. Но сходят очень аккуратно. Все равно пигмент остается, когда сходят. И они вообще ощущаются, как какие-то кремовые помадки. Поэтому я вот эти тинты, более стойкие, чем обычные кремовые помады, добавила в категорию с матовыми помадами. Вообще симпатично. У меня оттенок колы и манго, и мне эти тинты отправил бренд. Когда-то на обзор. Вообще все, что у меня есть от Chupa Chups, это то, что мне отправлял бренд Chupa Chups. Спасибо им большое. Кое-что попробовала и в кое-что реально влюбилась. Вот, например, вот в эту помаду. Тоже помада Tint. Она чуть более стойкая, чуть более матовая. Если прошлые тинты, они чуть более кремовые выглядят на губах. Очень красивая упаковка, приятный аппликатор. И очень красиво смотрится на губах. Прям супер роскошно. У меня в красном таком оттенке. Я хотела собрать эти помады на swatchе. Они стоят не очень дешево, но я когда-нибудь обязательно до этого дойду. Вот такой вот наборчик. Не так много, как кремовых помад. Надеюсь, я ничего не забыла. Пишите, как вам коллекция. Пишите, любите ли вы матовые помады. Да, они не отпечатываются. Да, они, может быть, более практичные. Но я, честно говоря, готова жертвовать практичностью ради комфорта. Жду вашей обратной связи. Пишите, кстати, в комментариях еще и ваших фаворитов в этой категории.